всем большой привет сегодня мы будем рисовать серого журавля это будет весенняя серия я думаю планирую нарисовать птиц и какие-то весенние цветочки немного вот журавль у меня будет центральная часть моей композиции и дополнительные будут какие-то другие делать потом рисунки поэтому сразу запланирую для него место то есть он примерно вот столько будет занимать вот собственно это будет его длина и здесь еще крылья у него большие вот я сейчас намечу саму форму птиц сегодня рисую это не акварельный карандаш а обычные автоматические карандаш графин да и бумага флора это целлюлоза не нахлопки вот собственно я мечаю у него здесь нога пошла я немного на референсе он перекрываются многие плохо видно вот там ноги у него будут вот это вот форма шеи шея достаточно длинная тут я немножечко крупнее в итоге стала делать да то есть получается сейчас я померю шея когда крыла то есть вот столько примерно то у меня получается с носом же мерила шею сейчас еще раз до конца крыла то есть если вот с носом брать то есть вот эта часть равняется части вот с клювом вот здесь вот такое достаточно большое крыло у него будет здесь второе крыло оно у нас будет в ракурсе поэтому немного меньше чем первое переднем здесь вот тоже идет получается форма шея и тут получать у него голова да и собственно такой длинный клюв вот здесь на сейчас я проверю вот эту вот линия в нижние то есть вот эти вот у него более сложная здесь вот хвост пройдет лапы можно еще покрупнее крылья крылья тут линия крыло вот отсюда идет так вот так и вот так и здесь собственно второй я сейчас уточню вот эти все размеры пока поставлю на стоп и потом покажу вот карандашный рисунок чтобы можно было перерисовать вот такой карандашный рисунок у меня получился в принципе можно вообще ластиком смягчить вот эти вот формы чтобы он не просвечивался потом из-под акварели аккуратненько я теперь прохожусь немножечко смягчу то есть он такой в полете у нас да в принципе здесь можно будет рядом нарисовать второго журуля и теперь я нанесу водичку сегодня мы будем использовать акварельные карандаши и возможно поталь да то есть сразу так вот хочу сделать интересный референс референс так сюда сюда вот так и теперь мне нужно сделать темный коричневый синим я верно смешивать вот сепию возьму коричневого сепию сепия немножечко синего я возьму дам что интересный цвет у меня будет так и аккуратно теперь кончиком кисточки наношу вот так и здесь не смочила второе крыло заодно сразу вот форму этих вот перьев можно пятном удобнее дело до чем карандашом тут все вот туда уходит вот такой рисунок получается там здесь вот аккуратненько что я плохо смочила уже все высохло надо еще раз смочить крыло вот я просто хочу чтобы здесь в некоторых местах краска растекалась да а потом вторым слоем уже такие более графичные черные пятна сделать ну не черные темные по тону вот здесь да вот у него там тень будет внизу он летит и здесь такие красивенные резные перья потом поверх как бы их тоже прорисую пока вот такие пятнышки мне нужны я почему-то знаете немножко волнуюсь привыкла рисовать цветочки вот такой вот сложную форму анатомически переживает еще просто он в полете немного странно выглядит но я надеюсь все получится но потом ножки лучше лапки прорисовать то что не кисточкой этом карандашиком потом подправим там их две будет вот потом немножечко красного пигмента я возьму и вот сюда и смешала с этим серым цветом котором не было а там где а у него на голову да и охру сейчас возьму тоже вот смешаю с этим серым немножечко вот здесь где крыло я добавляю пигмент там сюда вот на тело да вот я добавила охры немножечко синего запись идет пигмент возьму и на крыло добавлю вот я вчера когда смотрела референс я все время крутилась песня про журавлей в принципе я сейчас 8 кусочек салфетки и лишнюю воду в этой части крыла хочу убрать немножко растеклась здесь будет идти форма крыла но потом можно поскольку на смешанная техника до гуаши свет подрисовать здесь вот это в принципе части на освещенная слишком много вот все теперь значит я сушу феном и буду рисовать уже красивые графические элементы на уровне и так я сейчас возьму сепию синий элемент и буду тоненькой кисточкой рисовать вот эти уже такие красивые графические детальки до перышки вырисовывать наслаждаться процессом вот и синий цвет так значит вот беру этот пигмент немножко синего и вот здесь например уголок до можно сделать так вот сюда в сторону да там перо ушло в принципе можно подкорректировать его тоненькой кисточкой я сейчас делаю сложнее форму перьев так не очень нравится более сложно хочется сделать так так я беру ну и вот в стороны да перья пошли и вот здесь как бы она тоже вот так вот уходит темнее чуть-чуть надо сделать вот дальше вот это следующее сейчас еще синего добавлю чтобы потемнее здесь вообще такие прямо не резные безумно красивые перья так вот следующее дальше дальше 4 и потом они уже как будто в один ряд идут я имею ввиду вот эти вот пробелы между ними они не очень заметны вот перышки коричневый коричневый побольше так здесь 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 ну вот перо ну лапки я уже сказала что в принципе сейчас снизу можно пройтись карандашом удобнее будет их делать здесь тоже форма такая сложная вот и немножечко по шее по нижней части тоже пройдусь рисунок там вот здесь пятно такое вот примерно вот так вот и вот сюда идет наша шея и значит теперь опять таки тоненькой кисточкой я немножечко сделаю пятна нет нет наверное не тоненькой возьму тройку ну неудобно побольше водички да я взяла и вот эти вот слои с перьями как бы они же наслаиваются да вот эти вот можно продлить вот вот такой вот слой немножечко я добавила вот сюда вот он идет и здесь тоже немного затемню в этой части опять я беру синий цвет здесь вот это пятно хочется тоже сделать потемнее крыло второе крыло второе вот и теперь аккуратненько можно кисточку потоньше взять да клюв вот такой вот охра серый да цвет тоненькой кисточкой можно сделать и этого же цвета я сделаю глаз ну и потом пятно сделаю когда уже подсохнет а сейчас я собственно сушу феном и уже буду дорабатывать декоративно всякие штуки акварельными карандашами и что-то я здесь добавлю еще белой кулашью все я идеально высушила феном поскольку буду сейчас рисовать уже акварельными карандашами и изначально начну с того что выберу цвета которые мне могут пригодиться и мне нужно будет очень прям хорошо заточить карандашики то есть у меня точилка будет под рукой заточилка ребенка мне надо новую себе завести вот так поэтому что там еще нужно можно немножко красненьким да здесь слегка затонировать я просто смотрю желтый мне может пригодиться вот тоже для какой тонировки небольшой какой-нибудь из темных у меня здесь только синий я где-то ну сейчас посмотрю вот мне серый есть кстати которым я обычно рисуем тоже акварельными надо подключить вот такой он как бы черный очень темно-синий поэтому мне подойдет в принципе мне отсюда больше ничего не надо у меня еще есть такой любимый карандашик он бежевый да но он хорошо как бы перекрывает ложится на черный этот древент карандаши вот я эти карандаши значит сейчас заточу и буду рисовать так вот у меня стали карандашки острые и начнем вот можно отсюда в принципе начать какие-то такие вот штуки вот вот я ну с помощью этого светлого карандаши когда могу разделить перья там где они слиплись ну вот слегка здесь их они могут быть почаще вот такие вот кстати слишком много карандаша простого сейчас я его уберу сейчас я его уберу то есть краска высохла да аккуратненько можно убрать лишний карандашик ничего страшного вот так посимпатичнее стало и в принципе вот здесь да можно там тоже отделить где-то перышки показать вот здесь да вот такой вот пятнышко сделать здесь вот форму подкорректировал и здесь перышки тоже да я не знаю насколько прям на камере видно это сейчас может сниму да покажу ближе то есть такие светлые моменты уже не хочется не дергать камеру вот прохожусь теперь возьму этот темный цвет да и так же можно вот заработать вот здесь я затонирую кусочек крыла то есть там оно как бы в тени будет и вот сюда здесь очень такая фактура характерная у этой бумаги флора поэтому прям крупная такая ну не очень мягкая штриховка потому что сетка фактуры очень слишком сильно видна вот ну и здесь немножечко тоже хочется тонировать тень да дальше я просто буду добавлять разные такие графические элементы вот здесь такие пятнышки да овальные небольшие сделаем в принципе дальше может каждый сам придумывать так у меня зарядка заканчивается отлично здесь да какие-то красивые пятнышки то есть мы украшаем нашего журавля я мелкими детальками можно также взять вот этот простой карандаш да ну я автоматически это же добавить таких пятнышек мелких по форме здесь да слегка добавлю здесь у меня пропадает форма да я тоже как бы чтобы показать что белая граница здесь прохожусь здесь по хвосту немножечко потом это карандашком сделаю здесь и черную точку аккуратненько внутри глаза я тоже автоматическим карандашом поставила клюв вот у него там идет сюда форма пошла так возьму теперь коричневый карандашик да это же сделаю немного пятен здесь здесь хвост не очень видно что там происходит синим приду коричневый не очень сможет вот и автоматическим карандашом там там две ноги да будет вторую ногу рядом сделаю и вот 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 так серых пятен можно тоже немножечко добавить хочется мне сделать золотую немножечко фактурку да там полосочек добавить например на перья а сперва я гуашью пройдусь по свету вот у меня есть белый гуашь я кисточку беру и пройдусь вот по светлым частям сама линия поаккуратнее чтобы на вот так вот перышком будет получше смотреться но здесь да где-то где хочется можно что-то откорректировать скажем так и вот здесь тоже можно небольшое светлое пятнышко добавить вот сейчас я хочу добавить фактуру из потали на перышки прям много не буду делать клей контур возьму и мне придется правда феном давно не пользовалась просто ладно вообще что-то у меня там все так хорошо высохло что сложно выдавливается аккуратненько уже получше пошло вот по перышкам до пройтись там поменьше точечками да ну по одному крылу я только пройдусь и в принципе можно несколько таких пятнышек и золото тоже добавить вот сюда например еще одно все ну мне нужно высушить феном я посушила феном она как бы немножечко еще надо было сушить в общем у меня от фена малярный скотч начал отклеиваться кстати кто не знает да один из способов снять малярный скотч то есть пройтись феном да там лучше отклеивается значит я по перышкам до прохожусь потом на здесь вот пятнышки есть золотые и здесь . вот такой красивый у нас журавль получился не забывайте подписываться добавляться в группы вконтакте в телеграм и там можно прислать свои рисунки кто рисует со мной также я ставлю ссылку на бусте там у меня есть значит несколько видео с начальными уроками по акварели так что тоже можете подписываться до новых встреч и всем пока пока вот так перышки блестят да если сблизи